Всем привет! Мы с вами продолжаем искать космолёт, ну и в прошлый раз вроде как прошли внутреннюю часть вулкана Берг, но посмотрим, куда мы сейчас выйдем. Хм, не прошли. Хотя, судя по вот этой карте, да, что нам предстоит? Бой с боссом и дальше выход. Ну, вот. Всё именно так, как, видимо, я и предполагал. Хорошо. Ну что ж, босс, иди сюда, буду тебе морду бить. Оптимист, да? Хе-хе. Как в том анекдоте про ослика, который всех трахал. У-у-у. У-у-у. О, он чем-то напоминает этого. Блин, чувака из Теккина, который... Хитач? Что это вообще такое? Наверное, тут монстр, о котором говорил Нейт. Думаешь, сюда упал один из четырёх лучей, что и спустил шип? Но почему тут? Если задача шипа поглощать астральную энергию Даны. Разберёмся с этим позже. Сначала нужно уничтожить эту махину. Если монстр доберётся до города, всем конец. За дело! А в пятом Теккине, который дед-глава корпорации. Ифрит Малун, сорок седьмой уровень. Зашибись. Именно то, что и надо было. И я так понимаю, что мы его не можем бить, пока он... Нет, не проведёт лапкой. А, вот лапка, кстати. Нет. А мы можем сбить? Нельзя сбежать. Хорошо. А, предлагаю, что в первую очередь сделать, это поменять вот так вот. И посмотреть на стратегию, в первую очередь, исцеление. Да, хорошо. Ну-ка. Лапка не дотягивалась. Ой. Ой. А. Он призывает. Интересно. Девки пляшут. То есть, типа, ай-яй-яй, лапа занесена. Он сейчас, он сейчас жмахнет. Ой, он жмахнул. Ну ладно, жмахнул так жмахнул. Ну, пусть. Ну, чёрт бы, с ним будем разбираться. С его миньонами. Ой. Что-то со звуком слышали, да? Прямо это. Либо меня временно оглушило. И вообще все на шон так. А. А, чёрт. У меня просто отошёл провод от джойстика. И... И почему-то винда каждый раз пытается мне изменить аудиоустройство при этом. Это очень сильно раздражает. Вы даже не представляете, как я задолбался. Просто каждый раз, как втыкаю джойстик, приходится чуть не перенастраивать всю аудиосистему. Надеюсь, это не повлияет на запись. Ну, кроме вот этих вот парочфоников. Вообще, конечно, то, что провод из джойстика регулярно вываливается, это грустно. Так. Во. Давайте в спину его бить. А? Шон-то там как? Ребятки, а снимите всех шон. А лучше, знаете что? Мы её можем же призвать сюда. Ну и таким образом она как бы из угла, где её мутузили, спокойно выйдет. Нормальный выход, а? Во. Шон тем временем, да. Такая, хватит оттерпеть. На тебе. Блин, но только она нам, опять же, чувака переставила в другое место. И вместо удобного местечка, где мы его спокойно ковыряли, он оказывается совершенно в другом месте. А вообще, это один из немногих боссов, у которого есть фаза, вы заметили? То есть, в основном здесь у боссов-то, ну, нет такого. То есть, как бы просто, ну, то есть, они есть, но не такие явные, да? То есть, здесь вот что-то такое, что он призывает каких-то дополнительных тварей и так далее, и так далее. Ещё лупит своими кулаками дурацкими. Ну, давайте эту штуку свалим. Благо, Альфин, как Лоу, может так же такие вот штукенции заваливать. А теперь Лоу придёт, завалит. Ну, чтобы особо эта тварь не распоясывалась раз. Так, да, Халима, давай ты нам восполнишь просто вот эти наши очки очков. Очки очков. Неплохо. Так, теперь выходит Лоу тоже сваливает. Хотя, тварюга не успела встать, поэтому... Тварюга не встала, Лоу не это. Лоу не сбил, о. Ну-ка, Альфин собьёт. Альфин сбил, хорошо. Просто я такой, типа, фигачу-фигачу кнопки, а ничего не происходит. О, здорово. Готов. Первая фаза. Всё. Так. А в этой тваре на урона нет. Что, он ещё вызовет сейчас кого-то? Ага. Ну, предположим. Так, Ринвилл, давай сейчас! Каст. Во. Ринвилл красавица просто обломала им всю мазу своей этой штукой. Ну, короче, Ринвилл девчуля, на которую можно положиться. Следующий. Ринвилл заю за свою штуку, чтобы вот там хренька не кастовала. Это гораздо проще, кстати, идёт. Там ещё кто-то кастует? А, Шон? А? Ха-ха. Не дадим кастовать вам. Есть. Ой. Только уворачиваемся. Что там в огне стоит? Алло. Ой. Ой. Ну что? Готов к серьёзной битве, Вась-Вась? Шон, лечись. Да, что-то это. Шон с Дахалимом очень долго думали. О, фак-фак-фак-фак-фак-фак. А, хотя... Теперь у нас мегамикс, я так смотрю. Ринвилл. Отлично. Слушайте, Ринвилл просто всем вломила и всех обломала. Это здорово. Единственный минус, что вряд ли мы огненным тварям какой-то урон их же огнём нанесём. То есть он, скорее всего, будет слабее. Ринвилл. Ещё разок. Ха-ха-ха-ха. Ринвилл просто красотуля сейчас. Вы видели, она всех этих тварю одновременно обламывает. Это же так прекрасно. И здорово, что никто больше, кажется, на них не покусит. Соответственно, если они сейчас начнут кастовать, то будет плюс-минус снова у всех одновременно. Ринвилл снова такая. Обламинго. Хе-хе-хе-хе. Ах, хорошо идёт так. Ой-ей-ей. Ух-ю-ю-ю. Уф. У-у-у-у. Больно-больно-больно-больно-больно-больно-больно-больно. Ух. Ух. Ринвилл. Обламывай. Ух. Хорошо, что там хоть Ринвилл справляется с обламингосами. Шон, пора лечить. Нет? О. Ринвилл. Ринвилл. А. Ой-ё. Будет прикольно, если мы добьём всех вот этих вот круглых тварей ещё до того, как прикончим вот этого чувака. Ринвилл. Твой выход. Не-не-не, я сказал, твой выход в смысле вот туда. Давай-давай-давай. А, чёрт. Получается, из-за того, что мы заюзали удар, это засчиталось как юзание её скилла. И мы вот этих тварей, по сути, рассинхронили. Неприятно. Ну ладно, сейчас, может, финишными ударами что-нибудь сделаем. Да халим. А? Пацанчик. Пацанчик красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Добиваем. Добиваем и прыгаем к следующему. Как раз мы окажемся подальше от этого босса. Шон. Стоп. Шон, вот так вот сделай. Так. А мы вернёмся к колбасению нашего. Ну так, чтобы они это особо не радовались и не раскастовывали. Так, ну чё-то битва затянула. Уже были три фазы. И не сказать, чтобы они у нас как-то это имели особое разнообразие. Валим, валим, уф, уф. Так, здорово. И чего? Ха. И что вот это было? Ну, то есть это было в меньшей мере нечестно. Точнее, в поменьшей мере, да? Так, все встали? Может, надо прыгнуть в этот момент? О, нет. Альфин крикнул. Довольно. Отправляйся назад. Уговорили? Кажется, уговорили. Фух. Все целы? Вроде бы. Я чуть штаны не наложил. Мне показалось, что у того Зогла была какая-то странная энергетическая аура. Да, и он отличался от того монстра, что он напустил на нас Альмедрея. Его стрельная энергия стихия ни на что не похожа. Он был такой сильный, почти как лорд. Что ж, раз этот монстр явился из шипа, то он тоже сыграл свою роль в сборе энергии. Только вот какую? Возможно, он был местилищем духа. Звучит вполне поводоподобно. И место тут подходящее. Или силой, призванной захватить контроль над Даней? Если монстр действительно породил один из тех четырех лучей, то, пожалуй, мы предотвратили ужасную катастрофу. Надеюсь, это так. Тогда все наши усилия не пропали даром. Можем двигаться дальше. Вперед. У! Надо же. Альфин, безжалостное пламя. Еще шипа подкинули. Это все пылающие лезвия. Это не Паранаса, кстати. Хотя вот тут упрощенный переход на сверхсилу. Быстрое восстановление шипа. Вот на что мы копим. Таинственный ключ. Ключ от одной из дверей в Калаглии. Едва взяв его в руки, вы тут же захотите узнать, что же за ней скрывается. Да. О, уровня. Уровня отсыпали. Причем душевно так. Это хорошо. Нет, я люблю. Побежали. Мы не успеем, естественно, на следующую пачку найти. Ну, хоть на улицу выберемся. И снова у меня ассоциации почему-то с Берсерей. Что там? Сначала торгуются, ребятки. Что у нас на ферме, кстати? Свинья выросла. Говорите. Обычный корм. Не будем баловать. И овца. Так, создать оружие. Что мы можем изготовить? Украшение воды. Третье издание. Нам нужно второе издание просто. На украшение воды второе издание. Нам нужно первое издание. Хорошо. А сильный это апгрейдит? Ну, на соточку. Ну, хорошо. Так, раз. Черт, теперь его придется снимать. Как это удобно сделано, а? Один момент. Так, снаряжение, девчуля. Продолжаем. И так, создать оружие. Изготовить. Украшение воды издание номер 2. Да. И украшение воды издание номер 3. Отличненько. У тебя, чувак, топчик. У тебя, девчуль, нужен рёв Игнес. Ага. Рёв Игнес один. Нужен просто рёв Игнес. Ну, давайте ей изготовим. Просто потому, что она у нас хватит постоянно. И на соточку все характеристики. Ну, и, кстати, Дахалиму, возможно... Да, тем более все эти ингредиенты у нас есть. Дахалим частенько тоже бывает гостем в нашей команде. Ну, неплохо. Все, в принципе, вооружены самым современным. Кроме... Ну, тут как бы странно. А что из аксессуаров мы можем? Может, улучшить? Нет. А изготовить? Оберег от шока, от проклятия... Знака ранения. Пробитие плюс 30. О! Шипастая руда. Урона цвета, урона земли. Ну, как бы... Ладно. Чё здесь? Корабль! Я поначалу не заметил. Слона-то ей не приметил прям, Алфан? Ты что-то вспомнил? Нет, но... Я уже раньше видел этот звездолет. Я думал, к нему память вернулась. Это точно тот, на котором я прилетел с Ленегиса. Три века прошло, но на вид он в полном порядке. Пойду посмотрю, что внутри. Охранные роботы. Обалдеть! После стольких лет всё работает. Давно минувшая встретилась с настоящим. Всё-таки я и правда из далёкого прошлого. За 300 лет он, наверное, посильнее зарос. Да, но теперь ты не один. Мы с тобой. И потом, ты кучу народу помог. Лоуэринвилл правы. Ты теперь один из нас, часть этого мира. И больше не обязан тащить груз с прошлого в одиночку. Ты не один из нас. Верно. Спасибо. Ну что? Солжен быть на ходу. Все системы вроде работают, но учитывая, сколько лет он простоял, наверное, потребуется какое-то время, чтобы подготовить его к полёту. Сколько примерно? Не могу сказать, что разберусь в строении звездолётов, так что лучше не стану делать предположение. То есть нам просто сидеть здесь и ждать? Ненавижу ждать. Потому что ещё ребёнок. О, давайте пока соберём всё необходимое для полёта. Дельная мысль. Кто знает, надолго ли мы застрянем на Ленегасе. Надо заранее подготовиться к любому варианту развития событий. Но всё-таки лучше там не задерживаться. Не хочу, чтобы в наше отсутствие что-то случилось. Что ж, либо летим, не теряя времени, либо готовимся как следует, чтобы потом не жалеть. Сам решай, как нам поступить, Альфин. Как скажешь. И чего? А что там такое? Типа подготовка? Странное чувство, да? А что? Вот ты могла бы предположить, что мы полетим на Ленегас, когда всё только начиналось. А я вообще из-за этого расстроился с отцом, спорно отрицал всё, что он делает. Теперь ты борешься за правое дело. Зефир гордился бы тобой. И немного переживал. Мы собираемся нарушить порядок, который царил на планете 300 лет. Хотя я всегда догадывался, что нам придётся столкнуться с Ленегасом. Тебе легко говорить, ты с Реной. А вот нам даже представить было сложно, что мы покинем Дану. Шоунда, Халим, не обижайтесь, но я хочу напомнить остальным, что мы движемся к вражеской территории. Всё нормально. Мне этот полёт тоже не сулит ничего хорошего. Помните, наша цель — убедить жителей Ленегаса и Рены оставить Даньян в покое. И вряд ли получится сделать это мирным путём. Неужели нельзя просто с ними договориться? С жителями Ленегаса? Да. Но ведь мы смогли найти общий язык Шоуна да Халима. И на Дане есть немало мест, где Даньяне и Реняне учатся жить в согласии. Например, в Минансе. И так почему же? Потому что большинство моих соотечественников считают, что Дана должна подчиняться Рене. Иначе быть не может. На Ленегасе есть и те, кто ни разу не был на Дане. Сомневаюсь, что они захотят к вам прислушаться. Мы не хотим с ними биться, но ведь это они отправили на Дану шип, и всё, что там сейчас происходит, на их совести. Именно. Мы не будем сидеть, сложа руки, и ждать, когда они нас снова поработят. Ну да. Не забывайте. Возможно, мы найдём на Ленигасе женщину в красном. А где она? Там и Альмарены. Да, если мы вернём артефакт, то Шион наконец-то избавится от шипов. Шион? Что? Да, конечно. Все сидят, спят. Не очень удобно. А где? Шион? Шион? Она же не улетела. Ваша команда распалась. Хорошо. Туда ушла Шион? Где же Шион? Шион? Такая-то игра в прятки с трёхлетним. Шион? 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 Твои шипы, ну почему? Ты как? Ты как будто бы сейчас остановила свои шипы силой девы. Ты правда так умеешь? Не мешай мне. Чего? Шион шпион? Погоди, ты что, одна собралась идти? Замолчи! Но почему? Замолчи, я сказала! Я тебя не пущу. Я серьёзно. И я. Третий раз повторять не буду. Отойди или выстреливай. Если так, ну тогда давай. Стреляй в меня. Третий раз повторять не буду. Кому-то неплохо бы объясниться. Не буду показывать пальцем. Помнишь, когда Волрон пронзил меня мечом? Да, я был уверен, что он тебя убил. Я уже не в первый раз выживаю после смертельных ран. Первый раз случилось ещё в детстве, и после этого сколько ни поцались. Я просто не могла умереть. Не могла умереть? Ты что, бессмертная, что ли? Разве так бывает? Я тебе верю, что он. Но как такое вообще возможно? Шипы. Они одновременно и мои, и не мои. Они часть меня. Не знаю почему, но они просто не давали мне умереть. По крайней мере, до того, как придёт моё время. Что-то я не очень понимаю. И когда они перестанут быть частью меня, тогда я и умру. Я ведь видела, как тмак поглощает всё, когда вообще ничего не остаётся. Грядущее опустошение, которого не избежать. Хотелось бы верить, что это просто ночной кошмар. Но как бы я себя не убеждал, я... Я знаю, что это не так. Но всё равно, погоди, так всё это время тебе нужна была Альмарена для того, чтобы избавиться от шипов? Что, по-твоему, станет с хрупким сосудом, если сжечь то, что внутри него? Именно. Как ни посмотри, меня ждёт смерть. Но я решила, что раз уж умру, то я хотя бы заберу с собой шипы. Это и было моей целью. И ты поэтому пошла против своих же и решила присоединиться к нам? А пока все мы проливали кровь, чтобы жить, ты сражалась ради того, чтобы умереть? С самого начала. Но потом я встретила всех вас и... Сама не знаю, с какого момента, но мне уже не хотелось умирать. Шион... Погоди, терять надежду. Мы найдём способ тебя спасти. У нас ещё есть время. Но это бессмысленно. Но почему? Потому что тьма поглотит не только меня, но и весь мир. Сперва я это лишь подозревала, но с тех пор, как женщина в красном пробудила во мне силу девы, я уже была уверена. Когда я и поняла, что всё это время, моя сила сдерживала шипы. Но больше не может. Ещё с того момента, как с Ленигиса упал большой шип. И каждый день я чувствую, как мои шипы становятся всё сильнее. Скоро я себя всем не смогу их сдерживать. И тогда... Они поглотят всё сущее. Поэтому ты и хотела уйти в одиночку. Чтобы сама найти Альмурена и пожертвовать собой, остановить шипы. Но... А то слишком... А то слишком... Когда всё это началось, мне было всё равно, что случится со мной или с кем-то ещё. И судьба Риньян или Дениан меня совсем не заботила. А теперь я знаю, что должна умереть, но мне не хочется. Только не сейчас, когда у меня появилось столько всего. Лучше бы мы никогда не встречались. Тогда бы я никогда такого не почувствовала. Шион! Альфин! Жить только ради того, чтобы умереть, не лучше, чем жить рабом. Как ты вообще с этим справляешься? Альфин! Нет, я не буду с этим мириться. Мне плевать, кто и что говорит. Но я такого не допущу. Мы найдём выход. Будем сражаться вместе до последнего. Не ты ли говорила мне то же самое? Я тоже говорил так, не знаю. Даже если... Даже если из-за этого может погибнуть весь мир... Шион, а сама ты что хочешь? В конце концов, решать тебе. Но даже если ты смиришься со своей судьбой, я пойду не наперекор. Пусть и в одиночку. Не в одиночку, потому что я буду с тобой. Я хочу быть тем, кто приносит добро, а не ненависть. Я с вами. Я ведь до этого серьёзно говорил, что вы больше не одни. Какие же вы? Лично мне не верится, что у нас совсем нет надежды. Не будем забывать, что Шион потом их девы, жившие 300 лет назад. И наверняка те события 300 лет недавности как-то связаны с её шипами. Думаю, мы узнаем их истинную природу, когда доберёмся до Ленегиса и докопаемся до причин происходящего. Хочешь сказать, что мы сможем найти способ избавить Шион от шипов, при котором она не умрёт? Это однозначно не исключается. Хотя подозреваю, что без влияния природы правителя тут тоже не обошлось. Значит, так и сделаем. Однажды я уже потерял всё, и второй раз этого не допущу. Шион, что бы ни случилось дальше, мы всё равно будем с тобой. Все мы. Ты больше не одна. Какие же вы упрямые. Какие же вы упрямые. На. Спасибо. Если можно, мне бы хотелось ещё чуть-чуть пожить с этой мечтой. Вообще, больше всего мне хочется быть с вами. Так что, давайте лететь. На Ленегис. Это было трогательно. Ну, действительно трогательно. Хоть немножко бредово, как всегда, но в этот раз я чуть прям не прослезился. Ладно. А на этом, пожалуй, давайте этот эпизод закончим, а продолжим уже в следующий раз, поговорим со всеми и, видимо, полетим. А пока что спасибо всем, кто поддерживает канал.